Это новости на канале НСК 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте! Более 2300 километров дорог отремонтировали, ввели в строй 80 социальных объектов и более 3 миллионов квадратных метров жилья. Итоги 2023 года подвели на расширенном заседании правительства на тему инфраструктурного развития Новосибирской области. В теме итогов и перспектив инфраструктурного развития региона напрямую задействованы несколько областных министерств. К примеру, Министерство транспорта и дорожного хозяйства отчиталось в том, как в ведомстве видят новые горизонты развития отрасли в условиях изменения роли субъектов транспортом в каркасе страны. И развитие это идет высокими темпами. Глава региона, говоря о задачах на этот год и последующий период, сделал свои акценты. Во-первых, в дорожном строительстве и ремонте надо опираться только на сильных и надежных подрядчиков. Во-вторых, надо повышать значение муниципальных пассажироперевозчиков. Роль муниципальных перевозчиков как на рынке города Новосибирска, так и на рынках, в том числе и сельских районов, это, мое мнение, должен быть тренд ближайших лет. И для этого нужно использовать как инструменты обновления подвижного состава и укрепления материальной базы муниципальных предприятий, так и инструменты брутто-контрактов, оплаты, транспортной работы, которую мы вынуждены будем использовать. После доклада об основных направлениях развития строительной отрасли Новосибирской области, которая в 2023 году вышла на рекордные показатели, глава региона отметил следующее. Задача перед Министерством строительства остается прежняя – качественно администрировать, качественно выполнять функцию заказчика при таких объемах строительства, социальной и инженерной инфраструктуры, которые мы достигли. Конечно, уровень достойный, не всегда получается переварить и перелопатить этот объем работы, но задача остается прежняя – строить много и строить качественно. Развитием коммунальной инфраструктуры региона занимается Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В этой сфере также есть результаты, которыми можно гордиться. Строительство в сфере газоснабжения и водоснабжения на территории области можно сопоставить только со славным периодом, советским периодом истории нашего региона. Подводя итоги, губернатор Андрей Травников обратил внимание на тот факт, что высоких результатов в инфраструктурном развитии регион добился за последние 5-6 лет на фоне пандемии, санкций и макроэкономической нестабильности. Были запущены новые инструменты, которые мы могли использовать. Это и распечатан фонд национального благосостояния, и многие проекты за счет средств этого ресурса реализованы и реализуются. Напомню, теплоснабжение Черепанова, теплоснабжение Машкова – очень глобальные проекты. И, конечно же, реструктуризация бюджетных кредитов и новые бюджетные кредиты, уже упомянутые КРТ. Все это подтверждает, что работы меньше не станет, отметил губернатор. А потому и задачи по управлению этой работы перед муниципалитетами, профильными министерствами и правительством Новосибирской области стоят очень серьезные. Погода преподнесла серьезные испытания новосибирцам. И речь не только о скользких тротуарах и гололеде на дорогах. Перепады температур привели к росту простудных и вирусных заболеваний. Впрочем, врачи говорят, что ситуация остается под контролем. Подробности далее. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области выросла на 20% в феврале этого года. Такие данные приводит НИИ Гриппа имени Смородинцева. Однако на этой неделе ситуация стала стабилизироваться, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения Константин Хальзов. По его данным, за прошедшую неделю в Сибирском регионе было зарегистрировано 27 136 случаев ОРВИ. Это меньше, чем недели ранее. Уменьшение произошло за счет районов области. В областном центре уровень заболеваемости стабильный. Заболеваемость гриппом за этот же период регистрировали 367 раз. Недели ранее врачи зафиксировали 418. Ситуация с коронавирусом также пока не внушает опасений. За прошедшие сутки вирус выявили у 21 жителя Новосибирской области. Коечный фонд в медицинских учреждениях достаточен, заверил Константин Хальзов. По данным Роспотребнадзора, за последние три недели наблюдается снижение заболеваемости почти на 5%. Впрочем, вскоре все может измениться. Новый штамп ковида JN1 замечен в Европе и США. Среди наиболее частых симптомов стандартный набор – резкая слабость и утомляемость, лихорадка, головная боль, боль в горле, кашель. Впрочем, пока никаких ограничений, в том числе возвращение масочного режима, не планируется и не требуется, заверяют санитарные врачи. Число многодетных семей растет в Новосибирской области благодаря мерам государственной поддержки. Такую информацию озвучили в правительстве региона. На какую поддержку могут сегодня рассчитывать многодетные семьи, расскажем далее. Демографическая ситуация в нашей стране уже не первый год вызывает обеспокоенность и у представителей власти, и у общественности. Невзирая на принимаемые меры, россияне не сильно спешат рожать и воспитывать детей. Однако, благодаря принимаемым властями мерам, ситуация начинает меняться. По крайней мере, об этом говорится в официальных отчетах чиновников. Одним из результатов поддержки семей при рождении детей стало увеличение количества многодетных семей. Сегодня в регионе в 47 тысячах многодетных семей проживают 155 тысяч детей, а это 26% от общей численности детей. В 2023 году доля третьих и последующих детей составила около 29%. В прошлом году из 132 тысяч выплат многодетным семьям 60% были осуществлены в беззаявительном порядке. В текущем году эта доля достигнет 80%, заверили в региональном Минсоцразвитии. В целом, объем средств, направленных из консолидированного бюджета Новосибирской области на социальную поддержку семей с детьми, в 2023 году составил без малого 73 миллиарда рублей. Социальным фондом России предоставляется единое универсальное пособие, направленное на поддержку семьи от беременности до достижения ребенком 17 лет. 108 476 семей новосибирцев получают такое пособие. Министерством труда и социального развития области предоставляется 21 региональная мера поддержки, получателями которых являются 120 тысяч семей. Кроме того, при содействии центров занятости в прошлом году трудоустроились почти 10 тысяч человек, имеющих несовершеннолетних детей. Новый год – удивительный праздник, его можно встречать несколько раз. У многих народов мира есть самые разные календарные даты, которые вычисляют по лунному календарю наступление Нового года. В 2024 году у буддистов Новый год начался 10 февраля и называется он «Сагалган. Праздник Белого месяца». О том, как и какие традиционные новогодние обряды провели буддисты в новосибирском Датсане, расскажем в нашем сюжете. Вечер встречи Нового года в Датсане особенно здесь, как никогда, многолюдно. Весь Новый год с «Сагалган» – праздник Белого месяца, один из самых популярных и любимых праздников буддистов. Это же мои корни. У меня бабушка тувинка и вышла замуж за деда казака. Поэтому они все переехали в Алан-Удэ. Мы жили. Традиции соблюдали всегда. Жили вместе. Буряты русские. Никаких различий никогда не было. Я жила в Алан-Удэ. И там обязательно. Это огромный праздник. И мы всегда ходили. И вообще всегда перед любым делом, какое-то очень важное дело, всегда ездишь в Датсан. Каждый, кто приехал на этот праздник, в первую очередь посетил торжественный молебен, а также совершил обязательный ритуал, который начинается у входа в Датсан. Это прохождение священного пути. Буддисты обходят храм по часовой стрелке. Они верят, что это помогает создать положительную энергию. У людей жизненная энергия возрастает. То, что мы называем душой, она немножко наверх начинает идти. У каждого человека есть жизненная энергия. Она может быть на спаде, а может быть на подъеме. Если у кого на спаде, когда в Датсан приходят, помолятся, в общем-то, вот эта жизненная энергия немножко поднимается. А если, в общем-то, она в нормальном состоянии, то еще возрастает. Главное событие встречи Нового года – традиционный обряд очищения Дугжуба. Это получается такой ритуальный костер, в котором символически сжигают все горести и болезни уходящего года. Вот если вы заметили, сегодня все приходили с кусочками теста. То есть это как раз делает шарики из теста и обтирает все тело, как бы символически снимая с себя все плохие мысли. То есть считается, надо рот протереть, чтобы не было плохих слов, голову, плохие мысли убрать. И протереть тело, чтобы здоровым, с чистыми, полностью встретить Новый год. На праздник собрались люди разных национальностей. Настроение у людей было праздничное. Все друг другу желали счастья, удачи и здоровья. Ведь в буддизме нет национальности – все братья. Ну, как нам говорит Далай Лама, наш духовный учитель, да, в общем-то, нужно… Мы все люди – братья, потому что мы все одинаковые, мы все рождаемся от матери, вскармливают нас материнским молоком, и нашей матери нам дают всю свою любовь. В праздник Белого месяца все буддисты ходят друг к другу в гости, едят белую пищу, а буряты – традиционные бузы, олицетворяющие юрту с окошечком наверху и с 33-мя защипами, ровно столько складок на юбке у тибетских монахов. Вот теперь Новый год наступил практически у всех, кроме иудеев. Они его будут встречать в октябре. Без преувеличения самым заметным спортивным событием этой зимы стала 42-я всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Только в Новосибирске на базу Али Катульского пришло более 6 тысяч человек, включая болельщиков и участников. За стартами следила наша съемочная группа. Вроде все сделала погода в Новосибирске для того, чтобы испортить праздник спорта. Но ни дождь, ни ветер не помешали участникам всероссийской массовой гонки «Лыжня России» выйти на старт. Мы первый год в этом году приняли участие в подобном забеге. Так они с бабушкой, с папой, в парке у нас лыжи. Одно из любимых видов спорта. А погода сегодня вас не сильно испугала? Испугала. Ветер, дождь. Мы ехали в дождь сюда. И вот буквально только уже пошли на регистрацию. Но сейчас, конечно, как будто все ради детей. Стартов было несколько. Первыми бежали дети. Не у всех это получалось хорошо. Но, как мы знаем, если ты не профессиональный спортсмен, то главное все же участие. Здесь, конечно же, есть победители, но нет проигравших. Как бежалось? Тяжело? Да. А ты часто на лыжах бегаешь? Ну, да. По выходным? По выходным и будни не бываю. А уже знаешь, какое место заняла? Нет. Но тебе понравилось? Да. Этого белого медведя вручили самому юному участнику «Лыжней России». Выяснилось, что зимние виды спорта любят все члены его семьи. В этом году первый раз участвовал он в соревнованиях в этих. Я начинал с самых первых, когда только «Лыжня России» зарождалась. Тогда еще занимался сам в школе учился. Понятно. Ну, еще один подрастает, да? В следующем году тоже на лыжах встанем. А ты умеешь на лыжах бегать? А хочешь научиться? Дистанцию 2024 метра, на которой стартовали 33 корпоративные команды, а также почетные гости, пробежал и глава региона Андрей Травников. Журналистам, которые встретили его на финише, губернатор поведал о развитии инфраструктуры для лыжного спорта. В городе Новосибирске в ближайшие годы появятся еще три лыжни. А этот стадион имени Калика Тульского, наконец-то мы закончили долгую эпопею с передачей федеральной земли, объектов в областную собственность. В этом году приступаем к проектированию, затем к строительству новых корпусов стадиона, благоустройству самой лыжни. Наверное, самую заметную корпоративную команду выставило Новосибирское высшее военное командное училище. У них проводятся занятия по лыжной подготовке. В нашем училище обучается 26 стран. Всегда с удовольствием принимаем во всех спортивных мероприятиях, общегородских, выступаем на спартакеадах. Новосибирское высшее военное командное училище ордена Жукова. Троекратное ура! 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 Обслуживал соревнования большой судейский корпус, около 30 квалифицированных судей разных категорий. И, как обычно, на лыжне России было много всего отличного от лыжного спорта. Кто-то участвовал в бесплатной раздаче вкусностей, кто-то занимался разминкой, кто-то хоккеем на снегу. Все желающие сдали нормативы ГТО. Напомним, что это самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие. Оно проходит регулярно с 1982 года. Новосибирская область присоединилась к празднику в 2004 году. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok